Российская компания С-7 будет делать запчасти для своих самолетов на коленке. Специально для этого, она купила Бердский электромеханический завод, находящийся около Новосибирска в Сибири. Он специализируется на производстве деталей и узлов для аэрокосмической промышленности. Компания С-7 решила, что будет пытаться крепать более-менее похожие запасные части для самолетов. Тем самым она создает риски для своей авиации и пассажиров. Ведь оригинальные детали проходят все нужные испытания перед началом эксплуатации. А сейчас на самолеты начнут ставить запчасти, которые сделал дядя Коля с трехдневным перегаром. Летать на таких самолетах будет просто страшно. Но компания считает, что ничего страшного. И даже если парочка упадет, С-7 не схлопнется. А сейчас все к этому идет, ведь в январе 2023 года, С-7 остановила свой флот из восьми самолетов Airbus A321. Вот где находится этот завод, на котором С-7 планирует делать запчасти. Мало того, что это непонятная глухомань, так и завод выглядит какой-то совковой заброшкой. С уверенностью можно сказать, что завод не располагает никаким необходимым оборудованием для производства сложных высокотехнологичных авиационных запчастей. А поэтому будут делать на коленке, как я уже и упомянул ранее. Это значит, что будут стругать запчасти на старом слесарном оборудовании 50-летней давности, или же вообще вручную напильником. Скорее всего, у них ничего не получится, ведь россияне не умеют делать запчасти идеального размера. У них везде допуски плюс-минус 3 миллиметра как минимум, или даже больше. А для авиации такие погрешности недопустимы. А российская авиакомпания Аэрофлот, впервые отправила свой самолет в Иран на ремонт. У него проблемы с шасси, а такое в РФ ремонтировать не умеют. А в Иране могут хорошо и быстро починить. Где-то что-то отрезать, где-то отпилить, где-то вынуть лишние запчасти. Будет ли после такого ремонта самолет летать, это уже совсем другой вопрос.